Площадь Советов в полдень. Уже с утра участок Димитрова молодежно нулевой километр социалистический был оцеплен силами правопорядка. Ограждения, специально подготовленные автобусы порядка 20. Все на готове. На этот раз на дежурство вышли не только правоохранители, но и народные дружинники. Уверяют, вышли по идейным соображениям. Митинги не поддерживают. Зачем? Для чего? То, что знает. То, что может сказать. Только так, для беспорядков. Поначалу людей немного, и те выглядят как обычные гуляющие. Но стоило поинтересоваться, с какой целью они здесь, как становится ясно, пришли как минимум высказаться. О разном зачастую наболевшем. Против коррупции, в конце концов, ну это разве можно, а? Канализацию льют. Ну, что вы вот здесь на площади охраняете? Кого вы охраняете? Сами себя, что ли? Вы идите вон, посмотрите на краевую больницу. Льют канализацию. В администрацию жалуемся. Бесполезно. Я мог с матерью подъезда, чтобы выжить. И вы мне говорите, что эта страна нормальная? Вот серьезно. Я сейчас работал на заводе. Меня уволили с работы. Безработица, социальные проблемы, несправедливость, коррупция. Кстати, фамилию Навальный мы за несколько часов, проведенных на улице, услышали всего один раз. Я не считаю себя, например, фанаткой Навального, но то, что с ним произошло, это неправильно. И в таком случае я не могу находиться дома и спокойно на это реагировать. Постепенно толпа становилась все более и более плотной. И в центре хорошо знакомый многим символ – золотой ершик. Телекамер немного, зато смартфонов множество. Для кого-то несогласованный митинг стал возможностью устроить трансляцию и попрактиковаться в журналистике. Интересно, какие социальные слои выйдут. Непонятно, в том числе, к чему это приведет. Как сейчас видно, в общем-то, наверное, еще одна неделька, другая, все рассосется. Позже это подтвердили официальные данные. На площади собралось около 250 человек. Это почти в 10 раз меньше, чем 23 января. Тем не менее, полиция в деле. Требую прекратить дальнейшее совершение пропагандов в действии и разойтись. Вместо того, чтобы расходиться, люди отправились гулять. Вероятно, намереваясь повторить шествие вниз по Ленина. Но на этот раз пути были перекрыты, причем для всех. То, что происходило дальше, напоминало странную игру. Толпа искала слабые места в оцеплении, а полиция старалась работать на опережение. Постепенно протестующие рассеивались на более мелкие группы. Среди них то и дело встречались горожане, которым вся эта ситуация просто испортила выходной день. Что происходит? Чем недовольны? Ну все, перекрыт весь город. Ну в кафе сходить нельзя с семьей. Ну это что такое вообще? Разрозненные шествия длились около часа. Явных провокаций не было. Толпа вела себя сдержанно, правоохранители преимущественно аккуратно. 85 человек при этом доставили в отделение полиции. Многие из них понесут административное наказание. Илья Кочетков, Дмитрий Денисов. День с толком.